Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем разбирать кресло от компании Максикози. Моделька называется у нас Rodifix Pro Eye Size. Вообще, Rodifix моделька от компании Максикози одна из самых моих любимых моделек в категории 2-3 среди всех брендов. Не самая любимая, но одна из самых. Потому что это одна из моделей, которая дает нам возможность регулировать наклон сидения так, как мы привыкли это делать, например, в креслах для совсем маленьких детей. Обычно в 2-3 категории есть свободный ход спинки. Здесь он тоже есть. И больше нет ничего. То есть мы зависим напрямую от положения спинки автомобильного сидения. Вот какой угол у автомобильного кресла, тот угол, ну естественно тут есть ограничитель, тот угол примет и спинка автокресла. Здесь же нет, здесь есть еще вот такая возможность. Тем самым поднимая ножки чуть наверх, кровообращение лучше, затекают ножки меньше и больше наклон. Вот это вот очень крутая фишка, скажем так, в этом кресле. Родификс в предыдущем поколении была такая же опция. Но оно уже немножечко так подустарело, хоть еще является очень актуальным. И его пора было уже как бы обновить. И соответственно вот выкатили эту модельку, в которую запихнули все, что у них есть. И у них это очень хорошо, кстати, получилось. 2-3 категории, друзья, напомню. Как вы видите, здесь нет внутренних ремней. Она с 1 метра и до 150 сантиметров роста ребенка. Я не говорю возраст, потому что он может быть в 3 года 100 сантиметров, в 4 года 100 сантиметров. В общем, по-разному дети растут. Также и 150 сантиметров. Бывает кто-то в 8 лет уже 150 сантиметров. Бывает кто-то в 12 еще не 150 сантиметров. Поэтому имейте в виду. Технические данные 100-150 сантиметров. Вес на самом деле тоже никакого значения не имеет, друзья. iSize у нас в названии говорит о соответствии стандарту iSize, который очень требователен к безопасной перевозке детей в автомобиль. Если вы видите iSize, доверять ребенка смело можно. Плюс Maxi Kosi, друзья, это один из ведущих брендов вообще на рынке. Вот, один из старейших брендов. И плохих моделей у них в принципе никогда нет. И у них всегда очень много фишечек по тканям, по вентиляции и тому подобное. Сейчас в этом разберемся. Перед этим покажу вам, как пристегнуть ребеночка правильно. Я это в 2-3 категории всегда показываю в обзорах. Потому что здесь очень важный момент. Правильно, еще раз повторю, правильно провести ремень в подголовнике. И отрегулировать подголовник таким образом, чтобы подголовник и плечо ребенка было не больше двух пальцев расстояния от плеча до подголовника. Друзья, если будет больше, ремень будет на горле при ДТП. Это капец как опасно. Поэтому вот золотое правило. Уясните себе. Как бы вам ни казалось, там попросторнее, поудобнее, если вы поднимете, не делайте так. Это может сыграть злую шутку. Поэтому вот этот момент запомнили и по-другому не делаем никогда. Это что касается, как пристегнуть ребеночка. Если в автомобиле у вас нет изофикса, все делается как вот сейчас я делал. Поставили кресло, посадили ребенка, пристегнули. Если же у вас в автомобиле есть изофикс, в этом кресле есть изофикс, который можем использовать. Он вытаскивается каждый по отдельности. Защелкиваем. Производитель рекомендует всегда кресло задвинуть до конца. Таким образом достигается максимальная эффективность в ДТП. Поэтому имейте в виду. Что касается, кстати, материалов сразу вот скажу. Максикози вообще никогда не делал плохих материалов. В ткани всегда очень хорошие. Они очень тактильно приятные. Хотя вот эта вот их дороговизна и качество тканей иногда оборачивается к нам не той стороной. И на них бывает появляются такие зацепочки, друзья. Поэтому аккуратная эксплуатация и все будет хорошо. Они такие нежные, но зато они очень приятные. Они мягенькие. В дальней дороге прям вот очень мягкая сидушечка. Здесь полностью дышащий каркас. Он вентилируемый. Здесь полностью все в решете. Все дышит. Все вентилируется. Они здесь вот климофлоу называют. Эко-кейр. Все натуральные ткани, гипоаллергенные. Все дышит. В общем, Максикози всегда в этом плане впереди планеты всей. В этом плане все супер круто. И очень приятная ткань. Всегда используется на подголовниках. И у других брендов всегда особое внимание уделяется подголовнику. Потому что здесь лицо. И ребенку должно быть просто элементарно приятно. Не раздражать его ничего. Ткани на подголовниках всегда топовые. Все хорошо. В общем, как пристегнуть ребеночка? Разобрались. Как пристегнуть кресло? Разобрались. Теперь давайте посмотрим на систему наклона. А, ну я уже сделал. Получается, мы поднимаем. И спинка у нас также здесь имеет тоже свободный ход. И из-за того, что у нас все-таки есть возможность чуть-чуть выдвинуть, у нас дальше опускается сидушка. Вот как раз-таки эта модель выделяет эту модель по сравнению с другими, где этой системы нет тем, что мы отодвинулись. И спинка чуть-чуть запрокинулась больше, чем у других моделей. Поэтому вот в этом плане это кресло родисе, фикс серия, выигрывает у других вообще брендов в принципе. Вот, собственно, и все. Кстати, по материалам, друзья, если будете стирать, стирайте до 30 градусов, потому что если вы в горячей воде постирайте, она не оденется обратно, она просто сядет. Это не гарантийный случай. Никто у вас ее не примет, не починит, ничего не сделает, только покупать новое кресло. Так что, друзья, всю информацию, которую я хотел донести, я донес. Я очень рекомендую это кресло к рассмотрению при выборе. Не проходите мимо одной из таких интересных кресел. Цена не за шквар. Цена абсолютно адекватная. Ссылка на него будет внизу в описании. Вы можете приехать в любой магазин сети магазинов Мир Автокресла, с ребеночком все померить, посмотреть. Если же не можете приезжать к нам, то заказывайте два кресла на выбор. Курьер два штуки привезет. Вы уже дома выберете с чем-нибудь, там с каким-то другим брендом можно сравнить. И уже какой вам понравится, выберите, друзья. Вот, собственно, и все. Вопросы остались. Пишите в комментарии. Я хочу вам пожелать сделать грамотный выбор. И аккуратнее на дорогах. Всем пока.